И которые непонятно вообще, как они собираются развивать, как они собираются с моим дорогим другом Данилом Геррерой, сходимся во мнениях. Но в данном случае мы, разумеется, Данил Геррерой. И сегодня есть новость по поводу всего этого GTA Underground. Многие говорят, что, мол, вот он на Рождество. Решили, команда, кого? Разработчиков. Они релизнут мультиплеер у GMP 25 октября. Так далее. Что вообще? Я не знаю, я... Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. GTA Underground. Больная тема этого канала. Да и, если честно вам говорить, то больная тема многих шизиков, которые заходят на этот канал, на видеоролики по GTA Underground и начинают писать свое крутое мнение, которое, разумеется, соответствует действительности, которое, соответственно, не по одной методичке с другими вот этими вот людьми, которое, соответственно, рассказывает правду, которое, соответственно, все это подкрепляет, все это делает. Я, разумеется, без всяких вопросов начинаю во все это верить, начинаю говорить, мол, вот, то все пятое-десятое. Да, разумеется, так оно все и есть, так оно все и происходит. Но сейчас хотелось бы, так знаете, немного в другую стези от всего этого отойти. Я думаю, что вы смотрели мои предыдущие видеоролики по GTA Underground, в которых я говорил о том, что это несусветное говно и никому это, в общем-то, не надо. И мой последний ролик, там даже, кстати, больше лайков, чем дизлайков. Многие со мной согласились, что GTA Underground это прям вот говно, которое непонятно вообще как существует, которое непонятно вообще как будет существовать и которое непонятно вообще, как они собираются развивать, как они собираются делать все вот эти вот вещи с GTA Underground. Лично мне все это непонятно. И хотелось бы, так знаете, спросить вот у этих людей. GTA Underground, вы вообще на что рассчитываете? Вы вообще думаете, что оно получится, что оно действительно будет свежим глотком для GTA Sampo, что какие-то сервера все перейдут туда, что хоть кто-то будет на базе всего этого GTA Underground делать свои проекты? Вы серьезно на все это рассчитываете? Вы серьезно во все это верите? Потому что либо у вас нету жизненного опыта, который бы рассказывал вам о том, почему это не так, либо же вы просто, ну, несусветные долбоебы. Вы знаете, мы редко с моим дорогим другом Данилом Геррирой сходимся во мнениях. Но в данном случае мы, разумеется, в них сошлись пиздец как. Потому что, что Данил Геррирой считает, что GTA Underground это полное беспроспективное говно, что я считаю точно так же, аналогично. И в целом я с ним в данном случае согласен. Наверное, это единственный случай, в котором я могу быть согласен с Данилом Геррирой. Возможно, сейчас он свое мнение уже изменил и считает, что GTA Underground это круто, что GTA Underground это будущее и так далее. Но в целом вот то, что он говорил тогда, в целом то, что вообще тогда говорили многие люди, вот это вот да. Вот тогда я все это понимал, вот тогда я и думал, что, ну, оно, в общем-то, все... Ну, ну, в общем-то он молодец, круто сказал, круто все это рассказал. Крутой человек этот самый ваш Данил Геррир. И сегодня есть новость по поводу всего этого GTA Underground. Многие говорят, что, мол, вот он скоро выйдет, что до Нового Года мы уже сможем в него зайти, поиграть, все вот это вот сделать. И тут, разумеется, появилась уже дата релиза всего этого. Давайте ее сейчас обсудим. Команда разработчиков GTA Underground решила сделать крутой подарок на Рождество. Решили сделать крутой подарок на Рождество. Решили. Команда? Кого? Разработчиков. Что сделали? Решили. Почему? Я не знаю, настолько долбоеб редактор в лайфсампе, что я даже не знаю, ну, перепроверь перед тем, как отправлять. Тут один абзац, блядь, он даже в нем уже ошибся. И, разумеется, я думаю, что в комментариях уже будут люди, которые скажут, что нет, да ты чё? Да вот GTA Underground решил сделать, понимаете? Они решили. Не решила команда разработчиков, а это GTA Underground решил. Вот эти вот все долбоебы, которые любят, вот, да ты что? Да там было вот так, да там было вот так, да ты быдло, ничего не знаешь, да вот все прочее. Я-то, может быть, и быдло, но тут вот точно решили, а не решил. Потому что, блядь, ну тогда он не писал бы тогда про команду разработчиков, написал бы тогда просто GTA Underground решил сделать крутой подарок на Рождество. Нет, блядь, надо написать команду разработчиков GTA Underground решил сделать, блядь. Ладно, они релизнут мультиплеер у ГМП 25 октября. Подчеркивают, что переносов больше не будет. Что это переносов больше, блядь? Кто это писал? Пиздец, у него глаза были, он примерно, представлен, он его хоть примерно видел, что он набирает. Это, это чё вообще такое? Подчеркивают, что это переносов больше не будет. Что это, блядь? Что это? Я просто, я не понимаю. Ну хоть в конце, блядь, ошибок в одном слове не допустил. Ждёте. Ну давайте я расскажу, жду я или нет. И вообще, давайте для начала я почитаю комментарии и вообще подумаешь, что вообще там есть. Человеки ждут, не ждут, что там вообще будет, что там не будет и так далее. Что вообще? Я не знаю, я читаю комментарии и чё-то я ничего найти не могу. Лишь бы не повторил судьбу Cyberpunk 2077. Это человек про перенос. Там кто-то как раз в мой день рождения, как раз то, как раз всё. Я не знаю, особо сильно я ничего не вижу, чтобы кто-то там говорил, что всё это будет. Ну и да. 25 декабря мы уже сможем всё это сделать. Обычно, когда я рассказываю о том, что вот что-то там выйдет, будет какой-то открытый бета-тест, будет там всё вот это прочее, либо уже всё выйдет. Я обычно не скачиваю и всё это не тестирую. Но тут я, разумеется, я первоначально посмотрю, какие там, может быть, стримы, может быть, какие-то прочие видеоролики на ютубе. Потом, может быть, я сам всё это скачаю, сам всё это проверю и посмотрю вообще, что это такое, в самом деле. Это новый Cyberpunk, что это? Или, может быть, они опять отложат уже там, я не знаю, на, я не знаю, 45-й год, на всё прочее. Потому что 2020 год настолько мерзотный, настолько, блядь, полное говно, что я просто, я не знаю. То есть, если бы мразотность вычислялась в, то есть, я не знаю, если бы была степень вычисления мразотства, то она бы, наверное, вычислялась в 2020-м, в 2020-х годах, в 2020-м году, в 2020-х прочих вещах. Потому что, ну, я просто, я не знаю, как по-другому всё это можно описать, объяснить, как всё это можно посчитать, всё вот это вот прочее сделать. Опять же, хочу сказать моё мнение по поводу всего этого, блядь, новомодного киберпанка, всего этого, блядь, GTA Underground, всех вот этих вот прочих вещей, оно со времён вот моего самого первого видеоролика, оно не изменилось. Оно только подкрепилось тем, что когда вот, мол, пишут все эти адепты, говорящие, что вот, оно всё будет, там всё будет классно, там всё будет круто, там всё будет бесплатно, там всё будет в кайф, там вообще, блядь, не надо будет умирать, там вообще всё будет отлично. Я вот тем больше подозреваю, что будет какое-то полное говно, потому что, ну, это пиздец, в самом деле. Вот это GTA Underground, блядь, он действительно, я не хочу повторить какие-то тезисы из своих предыдущих видеороликов, я просто могу сказать, что, мол, смотрите старые видеоролики, если хотите понять, почему мне не нравится весь этот GTA Underground. Смотрите, в самом деле, старые видеоролики, вы всё там поймёте, всё там разузнаете, и вам всё, разумеется, по поводу всех вот этих вот, я не знаю, проектов, всё прочего, всех вот этих вот GTA Underground, всего, всех прочих клиентов, всё вообще сразу будет понятно. Разумеется, я хочу тут ещё сказать, чтобы вы подписывались на мой канал, потому что у меня выходят самые оперативные новости, и, разумеется, когда я потестирую, если, если я потестирую GTA Underground, то ролик выйдет, в котором я расскажу о том, что там вообще было, какие там вообще сервера, задействованы ли все вот эти вот 5000 слотов, которые так рекламировали, о которых так сильно рассказывали адепты всего этого GTA Underground, я всё это потестирую, я всё это посмотрю, если вы хотите всё это увидеть, подписывайтесь, ставьте колокольчик, и, разумеется, давайте до нового года добьём мне 10 тысяч подписчиков, я этого жду, я этого хочу, подписывайтесь, потому что столько людей смотрят мои видеоролики без подписки, что это просто ужас. Однако, ладно, я играл на проекте Arizona RoleplayFenix, IP, а также мой никнейм, Данте Коннор, а также все прочие вещи, они находятся в описании, там же в описании находится ссылочка на мой телеграм-канал, и все прочие вещи там также находятся, поэтому заходите, узнавайте, разведуйте все вот эти вот вещи, и чтобы у вас всё было хорошо всегда, и никто в вашей семье никогда не болел. Ставь класс, если любишь маму. Субтитры сделал DimaTorzok